Ибо слово о кресте для погибающих и родства есть, а для нас спасаемых – сила Божия. Ибо написано «Погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну». Где мудрец, где книжник, где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди и спасти верующих. Ибо и иудеи требуют чудес, и елены ищут мудрости. А мы проповедуем Христа распятого для иудеев соблазн, а для еленов безумие. Для самих же призванных иудеев и еленов Христа – Божью силу и Божью премудрость. Потому что немудрое Божие – премудрее человеков, и немощное Божие – сильнее человеков. Аминь. Занимайте ваши места. Слава нашему Господу за возможность вновь в нашей жизни иметь эту возможность участвовать в Вечере Господней. Для кого-то прошлая вечеря была последней. Для нас Господь в своей милости продлевает дни жизни. Мы можем вновь быть участниками Вечерей Господней. И перед тем, как мы будем применять участие в Вечере Господней, я хотел бы, чтобы мы еще раз мысленно взошли на Голгофу и взглянули на крест Христов и поразмышляли о Кресте, о Слове, о Кресте. Как мы прочитали в 18 стихе. Ибо Слово о Кресте для погибающих и родства есть, а для нас спасаемых – сила Божия. Хотелось бы, чтобы мы увидели на том кресте, на Голгофе, Христа распятого за каждого из нас, за тебя и за меня. И, может быть, в очередной раз задали себе вопрос, а что для меня является крест Голгофы, крест Христов? Является ли крест Христов и Слово о Кресте, как мы прочитали, силой Божией? Я думаю, что мы все понимаем истину того, что крестик на лацкане пиджака или, может быть, на цепочке, висящей на шее, не дает ничего. Оно не говорит нам о нашем спасении. В православии каждому крещеному младенцу на шее одевает крестик, как знат того, что он крещен. Но потом по жизни люди забывают, что когда-то было это в их жизни. Они, в принципе, слышали от своих родителей, что они были крещены. И по жизни делают какие-то непристойные вещи. Да, для кого-то это символ, для кого-то это даже, может быть, являться культом. И кресту люди поклоняются. Где-то отдаленно в этом крестике, может быть, видят Христа. Да, они знают историю, но не все люди, носящие крест, признают Христа своим спасителем. Те, кто были когда-то в Иерусалиме, во всякое время в Иерусалиме были те люди, или есть те люди-паломники, которые, начиная с Гессимаумского сада, несут крест по Вилла Долроса до Голгофы. Для кого-то это ощущение каких-то эмоций, и уйдет толпа, и каждый желает хотя бы рукой коснуться к этому кресту, как-то приобщиться к этой ноше и вот нести этот крест до Голгофы. Для кого-то это чувство, эмоции, это просто какое-то временное желание. Проходят дни, проходит, может быть, какое-то время, и все они забывают об этом, что было, где они были. И для них это вот важно было вот как-то ощутить какие-то эмоциональные чувства. Но во времена Христа, желающих нести крест Христов, их не было. Мы помним, когда Симон, когда Христос упал под тяжестью креста, и Симона принудили нести крест Христа. Да, он был тяжел, тем более, что Христос был избит, изранен, и затем взвалили на него эту ношу креста. Он упал под этой тяжестью, под этим бременем, и Симона заставили нести, принудили его нести крест Христов, чтобы дойти до Голгофы. Другими словами, принудили нести тот крест, на котором должен был быть я и каждый из нас. Христос занял наше место на кресте за нас, вместо нас. А что означало смерть на кресте в то время? Мы очень, может быть, много раз мы об этом слышали, но давайте мы еще раз вспомним, что это было орудие казни. Это особый способ казни. В случае, если римский гражданин был осужден насмерть, то его казнь заключалась всего лишь в отсечении головы. Это было легко и просто. Но смерть на кресте ожидала только изгоев римского общества. Это было участью рабов и людей, не имеющих римского гражданства. А, следовательно, они не имели никаких гражданских прав в то время, в то месте. Поэтому крест или смерть на кресте означало только мучительную и страшную казнь. Это было символом глубокого позора и унижения тому, кому была присуждена такая казнь, смерть на кресте. Другими словами, крест являл собой полноту боли и человеческого страдания. Образ соединения физических и нравственных мучений – это был знак смерти на кресте. Крест ассоциировался у людей с ужасом досейственной и бесславной гибели. И все это было на виду у людей-прохожих, которые проходили мимо, могли видеть и как-то сострадающим, может быть, переживать за того, кого постигла такая ужасная смерть. Сегодня на земле примерно одна десятая людей считает себя христианами. Хочется верить, что таковых, может быть, больше. Я не берусь утверждать. Но данный текст, прочитанный нами, говорит нам о двух категориях людей. И третьей категории нет. Мы в этом тексте не находим. Мы прочитали, что есть погибающие и спасаемые. Только две категории характеризуют нам Писание – погибающие и спасаемые. Для погибающих слово о кресте есть юродство, мы прочитали. В современном переводе звучит это слово юродство как глупость или безумие. А для спасаемых слово о кресте есть сила Божия. Я верю, что для всех нас, присутствующих в этом зале, слово о кресте есть сила Божия. И, блаженны мы с вами, что мы приняли Христа в свое сердце своим спасителем, и мы его исповедуем своим спасителем. Посему всякий раз, когда мы участвуем в вечере Господней, мы смерть Господню возвещаем. Возвещаем, во-первых, для себя и для окружающих нас. Мы анализируем свое состояние, и каждый сам себе даем оценку. Участвуя в вечере Господней, мы утверждаемся, возрастаем в нашей вере, в нашем уповании на Господа нашего Иисуса Христа. И дальше апостол Павел говорит в 11 главе послания к Олимпинам, «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет в осуждении себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Коринфянам, 11 глава, 26 и 32 стихи. Каждый раз христианин или мы с вами, дорожа участием в вечере Господнем, приступаем к вечере Господней, приобщаемся к страданиям Христа. Беря кусочек хлеба или глоток вина, мы наполняемся силой Господней, силой от Господа в нашем бодрствовании и ожидании нашего Господа Иисуса Христа, Его пришествии. Бог являл Свою силу в жизни израильского народа в ветхое время. Бог показывал Свою силу, когда выводил израильский народ из Египта. Точно та же Господь показывал Свою силу в жизни израильского народа, когда они шли в землю хананскую. Сила Божия, мы видим, она проявлялась в судах Божиих, она также проявлялась сила Божия в пророчествах и в исполнении этих пророчеств. В Новом Завете мы можем оценить силу Божию через чудеса Иисуса Христа в действии. Мы также в нашей жизни очень часто становимся свидетелями, когда Господь являет Свою силу Божию в жизни кого-либо из нас, и мы затем выходим сюда и говорим о той силе, которой мы ощутили в своей жизни, слава Господу, если мы не умолкаем, но мы говорим о той силе Божией, которой мы ощутили в своей жизни. Эта жизнь наша, нашего времени, сила Божия сопровождает нас в этом пути спасения. Но, однако же, важно отметить, что максимальное выражение Божьей силы было на Голгофском кресте. Сила Божия в прощении наших с вами грехов. Почему для погибающих слово о кресте является безумием или глупостью? Люди мира сего, которые находятся в числе погибающих, пытаются разумом и своей мудростью понять и испытать Божие милосердие и Божие правосудие. Но это невозможно. Человеку понять разумом спасение Божие невозможно. Тем более, когда мы проповедуем о жертве Христа, Сына Божия, что им было совершено наше своё спасение, подобно как нам трудно понять Авраама, который шёл на гору Мария своим сыном, чтобы исполнить то, что он услышал от Господа. Нам, как родителям, это трудно понять. И не нужно понимать. Мы веру и принимаем спасение. Это Господь. Посему для мудрых мира сего слова кресте является безумием и глупостью. Погибающие не верят в жертву Христа, а не отвергают эту жертву. Их разум невозможен вместить то, что было сделано Христом за тебя, за меня. И нужно заметить, что эти два глагола, погибающие и спасаемые, записаны в настоящем времени. Поэтому это слово актуально во все времена. Оно актуально сегодня и будет актуальным до пришествия Господа нашего Иисуса Христа. Некогда блаженный феофилакт Благарский сказал такие слова, рассуждая над этим текстом Писания. «Были в Каринфе неверные, которые подвергли крест осмеянию и говорили подлинно, глупо проповедовать Бога распятого, ибо если бы Он был Бог, то не позволило бы распять себя. А поскольку Он не мог избежать смерти, то как мог восстать из мертвых? Верные, кажется, противостояли им своей мудростью, негодуя, что те засловили крест. Поэтому и говорит, не почитайте этого странным, ибо данное Богом для спасения кажется безумием для погибающих». Словом о кресте называют проповедой до крестей или о Христе распятом. Это было сказано им о погибающих. А для нас спасаемых, для нас, тех, которые приняли жертву Христа и приняли Его в своем сердце, как своего спасителя, есть сила Божья. Хотелось бы отметить некоторые аспекты, которые мы находим в Писании, говорящие нам, в чем заключается сила Божия на кресте Глагофе. Итак, крест – это место выкупа. Иисус искупил нас, Он заплатил весь наш долг за наши грехи. Ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеками, человек Христос и Иисус, предавший Себя для искупления всех. Крест – это место заместительной жертвы. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. Иисус Христос принял на Себя наказание мира сего, которого мы с вами заслужили. Крест Христа – это место умилостивления. Римлянам 3 глава, которого Бог предложил жертву умилостивления в крови Его через веру для показания правды Его в прощении грехов, сделанных прежде. Совершенная жертва Христа показывает нам или указывает нам на милость Божию. Эта жертва Христа освободила всех верующих от Божьей кары. Крест Иисуса Христа – это место победы. «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Жертва Христа на кресте освободила человечество от власти дьявола и смерти. Взгляд на змею, сделанную Моисеем, давал возможность израильскому народу в то время еще жить. И, возможно, это было не раз в их жизни одного из человека, когда он, может быть, был укушен, взглянул на змею, он получал исцеление, затем вновь жизнь продолжалась, вновь, может быть, происходило то же самое. Знаете, для нас, для нас живущих, познавших милость Господню, анализируя себя, свое состояние, мы понимаем, что нам некому обращаться, и наш взор должен быть направлен также на Христа на кресте, в котором мы можем приобрести спасение и искупление, освобождение от наших грехов, которые иногда нас постигают. Может быть, не раз мы выходим в молитвах покаяния сюда, или, может быть, в своей комнате, мы просим Бога милости, и Господь по своей милости отвечает нам и прощает. Поэтому крест Христа это место победы, где мы также побеждаем своей немощи, своей болезни, обращаясь к Господу нашему Иисусу Христу. Крест это также место, где кто-то берет начало церковь Христа, невеста, искупленные Христа, искупленные кровью Христа. И это записано в Деянии 20 главе. И так, «Вынимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, который Он приобрел в себе кровью Своею». Если бы не произошла эта победа на кресте, если бы не было тех искупленных, не было бы нас сегодня вместе с вами, не было бы церкви. Но здесь имеет начало церковь Божия, невеста Иисуса Христа. Но та же крест является и местом завершения. Здесь на кресте прозвучало слово «совершилось», сказанное Христом, совершилось наше с вами спасение. По сей-то воле освящены мы не единократным принесением тела Иисуса Христа, а где прощение грехов, там не нужно приношение за них. Жертва Христа сделала ненужным все остальные жертвы за грехи. Жертва Христа была достаточной, совершенной. Крест Христа – это место освящения, освящения нашего с вами. На основании смерти Христа мы, верующие в Бога, осветились и стали отделенными, отделенным народом, отделенным от мира сего. Мы стали святыми. Конечно, мы на пути, мы сегодня, никто не дерзнет сказать, что я святой, мы на пути, но когда мы придем пред Господом, вот там будет наша оценка, святы мы или нет. А сейчас мы в своих молитвах просим милости и Божьего освящения. Крест – это есть также место посредничества. Христос искупил от нас отклятвие закона, сделавший за нас клятвою, ибо написано проклят всяк, висящий на древе, ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеком, человек Христос Иисус. Иисус стал посредником между грешным человеком и святым Богом. Христос взял на себя весь позор. Это смерть на кресте взял на себя. чтобы нас примирить с Богом и Отцом. Крест – это есть место примирения. Также крест есть место нашего с вами оправдания, ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, независимый от дел закона. Благодаря смерти Христа Бог нас не обвиняет, но Он нас сегодня оправдывает. Поэтому все эти перечисленные аспекты, говорящие нам о силе креста, указывают нам на силу Божию, проявленную ко всем спасающимся. И пока мы в теле, мы на пути спасения. Мы в процессе, и переступая порог вечности человек получает другой статус. Человек получает статус или спасен, или погибший. Поэтому помоги нам Господь совершать свое спасение, пока мы в нашем теле. Глядя на крест, видя там, на этом кресте Христа, Сына Божия, будем совершать свое спасение в страхе и в трепете. Апостол Павел говорит филиппийцам, 2 глава, ибо у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, принял образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду став, как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его, дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса Христа преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в присутствии моем, но гораздо более ныне, во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Мы на пути, мы в числе спасаемых. Слава Господу, что Господь дарует нам эту возможность вновь в нашей жизни, благодаря участию в вечере Господнем делать для себя оценку и будет в числе спасаемых. Будем совершать со страхом и трепетом наше спасение, чтобы, когда придет время, когда мы переступим порог вечности, чтобы мы были в числе спасенных. Смотря на Христа на кресте, будем помнить ту цену, которую Он уплатил за каждого из нас. Будем помнить то, что Он перенес на кресте за нас, смирив себя и спив всю чашу страдания до конца, чтобы ты и я могли обрести спасение вечное. Итак, мы сейчас станем, будем петь пение, зайдем на Голгофу, мой брат, направим свой взор на Христа на кресте и приготовим себя, свое сердце к участию в вечере Господней. Итак, давайте мы встанем, а братья в это время пройдут и приготовятся к совершению вечерей Господней. пожалуйста.